Чтобы вы понимали, для пенсионеров рыбалка бесплатная. Для обычного рыбака вход 10 гривен. Волос, макушатник, тигровый орех по папке. Флюоресцентный по папке только. Рыбу ловить не умею, готовить не умею. А не карповца лует, это не фишка. Выросло килограмм до 80, попадись. Очень надеюсь на нее поймать большого карпа. Все для клевого это клево. Я для начала в шоке. Потому что у вас все получается, а мы непрофессиональные рыбаки. Сколько людей сейчас слюнетесь? Левки так. Какие люди, у нас тут слюни текут. Хватит дроздить, давайте покушай. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клева». Сегодня очередной раз мы с вами на рыбалке. У нас суточная рыбалка. С друзьями мы выбрались. Мы выбрались на первый причал Белго-Днестровска. Мне тут понравилась рыбалка. Одно из видео, которое мы снимали здесь, мы поймали очень много карпов. И хотелось бы в сегодняшней рыбалке повторить этот результат. Сегодня у нас большая компания, 7 человек. Поэтому будет место и для эксперимента, и для отдыха. Так что все будет классно. Суть сегодняшнего видео, это про экспериментировать. У нас куча прикормок разных. Мы будем ловить сегодня и на флет-кормушки, и на кормушки потаповские. И с крышечкой будем экспериментировать в очередной раз. И с техноплантоном. И будем закармливать горохом. У нас есть наживка живая, опарыш червь и пенотеста, желейные бойлы, даже пластилин, гранулы. Обыкновенные такие плавающие шарики пенопластовые. Макуха. И еще у нас есть целое бедро гороха, друзья. Вот она. Я вам покажу. Это вот я вчера сварил. Вот такой свежий горошек. Он такой зеленый с желтеньким. Классный, супер вообще. И нужно будет акваторию тут немножко прикормить. И если даже сегодня мы не поймем карпа, то завтра он точно у нас будет. Команда у нас сегодня большая. И сегодня мы попробуем командой, Олег Васильевич, вдвоем таких, скажем, матерых рыбаков. Матерых? Может быть. Да, матерых рыбаков. Против молодой команды «Всё для клёво». Кстати, говорят, что у вас неправильная майка, Олег Васильевич. Я вот хочу вам подарить майку «Всё для клёво». Я уже готов до клёво. Да, все, давайте тогда переодевайтесь. И мы начинаем с вами рыбалку по полной программе. Сразу морально начнем молодую команду выиграть уже в том, что у нас нормальные майки. Надейтесь, надейтесь. Так, Олег Васильевич готов? Всё для клёво? Всё для клёво, готово. Это клёво. Дайте ему с меня. Друзья, мы с вами находимся возле магазина компании «Комантех». Это на улице Базовой, 13, в Одессе. Давайте я вам покажу, как правильно должен заходить в него подписчик канала «Всё для клёво». И познакомлю вас с персоналом этого магазина. Поехали. Здравствуйте, ребята. Добрый день. Всё для клёво, это клёво. Знаю этот пароль, скидка 10%. Супер. Здравствуйте, Николай. Добрый день, Саша. Это Николай, главный специалист компании «Комантех». Расскажите, пожалуйста, в двух словах о компании, какая главная идея, цель компании. Ну, мы, в первую очередь, мы – компания «Виробник». Тобто, все модели одягу, которые мы реализуем, мы сами их разработаем, створим, выготовляем. И после этого мы передаем их другим людям. Скажите, а кто является вашими клиентами? Наши клиенти – это все люди, которые рассказывают активный отдых, активный образ жизни. Тобто, это практически весь одяг «Аутдор». Все, что связано с природой и отпочинком под открытым небом. То есть практически все подписчики канала «Всёдопер»? Ну, начи с них, потому что это как раз сегмент мисловства и рыбальства. Но, кроме этого, у нас есть и casual. Ну, я же говорю, практически весь «Аутдор», все, что за межами дверей, как-то говорят, перекладается. Кроме мисловства и рыбальства, у нас додатково еще есть униформа. Это наш профиль. Мы работаем с охранными структурами, с милитаризованными организациями. Ну, и рыбалки, мисловцы – это наши любимые люди тоже. Николай, расскажите, пожалуйста, о преимуществах вашей продукции. Запросто. Головный акцент у выготовлении нашей продукции – это ставка на технологию. В первую очередь, это технологии и высокая технологичность, точнее, материали, которые мы используем сировину для выготовления нашего одежда. Это контроль и последовательность, верно, процессов при выготовлении продукции. И главная идея, которую мы сейчас так же предлагаем людям – это концепт пошаревого одягания. Нема поганої погоди, есть неверное одягание, и вот мы до этого прагнем. Люди должны одягаться правильно, как раз для того, чтобы главная наша идея реализовалась. Почувались они комфортно, и им понравилось отдыхать под открытым недом. Супер. Спасибо. Так, Артур уже, я так понял, нарезает уже, да? Дежурный по кухне, да. Дежурный по кухне, понятно. Так, ну тут домик такой приличный. Ну как, конечно, есть, конечно, с чего можно стремиться к лучшему, но, по крайней мере, нормальные условия. Кирилл, здорова. Здравствуйте. Вы сегодня готовы нас побеждать в старшую команду? Абсолютно, целиком и полностью. Да? На что сегодня будешь ловить? На удочке. Понял, все понятно. Так, тебя как зовут? Ярослав. Ярослав, привет. Добрый день. Что ты будешь, на что ловить будешь? Я буду думать на опарыша и на червяк, на живот и на сад. Понял, понятненько, хорошо. Саня, расскажи, пожалуйста, какой у тебя сегодня план действий, на что ты сегодня планируешь ловить? Ну, сегодня я планирую ловить на флет, на флэдоскоприкормку в фишдрим. Второй вариант, то есть я буду ловить на два спиннинга. Второй вариант я буду ловить сегодня на маленькую кормушку Потап, 60 грамм, на волос и на горох. То есть стандартная схема. А в дальнейшем я вижу, что не так буду экспериментировать, искать крючек, который поможет поймать трофейную рыбку и обыграть старшую команду. Ну, ты же знаешь, у нас старшим везде почет и уважение. Поэтому посмотрим, как будет. Ну, я тебе понял. Ну, если что, я это правило хорошо знаю, в жизни применяю. Пусть мы без сильнейших, правильно? Пусть мы без сильнейших, все. Друзья, не успели даже покушать, скажем так. У нас уже первая карповая подлеска. Есть! Команда, все для клевого. Пока небольшой карпик. Очень маленький. команда на исходную позицию подсак воду мне не держим держим подсак на одном месте взяли тоже самое это тоже самое он понимал что это самое наливают выпускаю пора взвешивать рыбу чтобы сравнить то выиграл потом пенсионеры как всегда по мелочи балуются они много не могут карпик маленький сейчас покормим нормально горох у нас еще он практически три четвертых ведра гороха еще есть вы только собираетесь карпика мы уже покормили карпик небольшой но мы такого карпика не берем мы его не жарим на уху не оставляем вот тоже это уже опасно у меня разорвала хлебала так ну что у нас по идее должен быть карасик только все посмотрим что там карасика мы конечно уже наверно заберем если это карасик если карпик отпустим ребята это карась да это жирнющий классный карась и это три я держу выходите ребята это 30 это аргентина ямайка посредка как раз а то были корпусы в котором он зима из-за самой неизвеночек на маленький мара крючочек то все для клёва однозначно что смотри погибся чистить сейчас и но на уху да подождите ему пора нужно так пара сейчас сейчас как раз вот время как раз для пары вот он сейчас куплю я стал в семь часов после его а то скажи ого грамм 300 350 я думаю под 500 и 350 до 400 ну отлично смотрите как он красиво я поздравляю вас с карасем сегодняшним да и большое удовлетворение я думаю что это только начал однозначно то есть снасти наши подтверждают свою эффективность правильно именно наши наши снасти да погода классная ветра нет такой хороший вечер пока поймали два карпа одного карася и ваша друзья вот и заметил посмотрите куча бочков валяешься вот смотрите тоже да что мешает человеку взять баночку и кидать бочки в баночку далее да наша держава взагалей страна безвлечу возможностей я могла бы безумненно стати меккою и туристичного бизнеса и взагалей место отдыхания людей которые проживают на этой земле но у нас есть одна беда мы почему-то не ценим от того чего мы имеем и вот сейчас было показано и местах где просто отдыхают люди с детьми люди отдыхают какие приезжают тому хочется сказать люди любите что маете бережите что маете воно самое найкраще и воно повинно бути не только для нас а в першу чергу для наших детей и наших внуков тому всем гарного отдыха такого задоволеного скоростью и без тих негативных наследов веки можно побачить вот кинокамеру и нашими ногами это точно просто друзья не мусорите сами и делайте замечание темой дужин да и делайте тем замечания кто рядом с вами кидают под ноги вот мусор дежурный по кухне кирилл я просто подошел неудачный момент тебе доверили да это суши суши а ты в мастер шерда рыбу ловить не умеют готовить не умею вообще не понимаю что ты здесь находишь это не сделаешь да но зато может быть просто я хороший человек поэтому меня с тобой взяли не в этом не уверен и там до хороший парень это не профессия не должен вот-вот купить умеет так вот все вашем материальном мире и происходит да просто хороший человек не может поехать нормальными людьми почему ты же ты же на месте ты же с нами значит все таки в мире есть доброта порядочность надо щипотих людей брать на рыбалку пойду за угол поплачу поздал пост принял друзья хочу познакомить вас с самым младшим подписчиком канала все ли клево да не самый младший подписчик канал нет вот и смотришь наш youtube канал как тебя зовут тимур сколько тебе лет один ты тут постоянно ловишь постоянно больше рыбалки на ставках здесь да бывает что здесь да ну ты карпа здесь ловил большого килограмма два максимальный два килограмма максимально она что грох и по папу и по папу ухты по папу с чем был что за снастью было волос макушатник тигровый орех попал флоресцентный попал в общем только ухты елки-палки серьезно а макуха с каким запахом макуха в основном карповая какой запах что-то такое кисель очень сладкий типа такого ага понятно скажи а поводок длинный на макушатник очень короткий очень короткий да сколько ну вот 8 сантиметров да да где-то так очень маленький понятно а крючок большой ставишь ну да большой можно сказать большой на волос то подожди сейчас вот тебе такой крючочек наш все для клёво но все больше ловить и вспоминать нас хорошо все давай и здорово все хорошо шеф-повар команды все для клёво ложка назовем это условно сковородка и картошка берем ложку окунаем в картошку и начинаем произвольными движениями мешали мешать эту картошку друзья парнишка только что сказал о том что здесь сейчас вот только стемнеет насчет нормально клевать на лищевку чтобы понимали это глупая оснастка двумя крючками то есть внизу грузила и два крючка сейчас мы сделаем таких два поводка и сделаем из них снасть вертолетами для этого мы свяжем поводочек небольшой при этом мы будем вязать крючок узлом клинч усовершенствуемый наш фирменный крючок сегодня клёво уже правда темновато освещение плохое для камеры надеюсь что камера передала вам размер и форму крючка все на него сделаем поводочек небольшой примерно 15 сантиметров когда поводочек готов мы одеваем его в бусинку методом петля в петлю кулы вчера добрый у кого там привет вот здесь получается бусинка видите бусинка с поводочком и крючком вот такая вот она продевается на основную леску и с двух сторон с топорочками крепится и получается такая снасть вертолет то есть два крючка и грузил все ничего тут такого сложного нет но зато очень эффективно молодая команда дабы уважить психику старших наняла водолаза который наживляет рыбу на их крючки пустой пацак карасик второй карасик получается два карпа два карася это хороший результат сегодняшнего вечера красный большой но на горох вы видите пара есть до причем я хочу сказать слова тем подписчикам которые говорили о том что вот крючок все для клёва он разгинается там и карп там в килограмм его разгинает я хочу сказать что важен не размер умение пользоваться для того чтобы вытащить карпа на два три пять килограмм нужно просто убить пользоваться фрикционом на катушке нужно уметь помарить карпа и вытащить его и неважно крючок там шестерка восьмерка мелкий главную пользу уметь пользоваться а не то что зажать фрикцион и как потом говорить о том что вот крючок у меня там разогнулся плохой крючок ребят просто учитесь правильно мой вариант лещовки вот такой я считаю это самый эффективный вариант то есть между двумя стопорками бусинка на которой поводочек это получается вариант вертолета то есть как бы мы не закручивали она все равно не закручивается видите вы поняли сейчас покажет наш молодой подписчик как вяжет свой вариант лещовки мне очень интересно посмотреть его вариант покажи как ты вяжешь это вот на этом грузили до грузила поскольку ну 112 грамм с вами большое сами плавите вяжем поводочек простой вот изначально все петельками вот петля зашел будете цеплять петля эта петля для основной лески так понятно это сюда поводочек поводочек да и вот сюда поводочек мы вяжем берем петля петлю да да вяжем петля в петлю вот так так самая простая петля в петлю так а крючок небольшой крючок можно даже побольше только семьем не такой я с семьем чуть другим было подаль и вот так 1 крючок и 2 же ну понятно суть понятно суть понятно крючок здоровый слушай это на хорошего такого карася да на карпика на карпика на лещовку если кидать здесь далеко так и карпики ловится красивший если попадается то очень крупно но если далеко до далеко от нашей лещовка она не путается и свида что она путается на не запутается понятно хорошо молодец спасибо большое тебе за подсказку да слушайте лещовка хороший карась вот такой карасик нормальный на нашу лещовку который мы с связали я вам показал как принцип вертолет у команды молодежи фальш-старт ну так 50 пока пока 50 подождите а что-то вы сделали это флэп до ну а человеку длинный поводок на флэп нормальный да ну ладно еще поводочек вот такой должен быть вот видите сколько зеленухи это хоть не комары но все равно это мошкара неприятно что-то есть сомик сомик да сомик маленький сомик на лещовку аж прозрачный висит все ну шо полюсишь запускайте конечно давайте возьмем еще малышка выросли килограмм до 80 попадись и деду скажи пусть подходит зато роботка общий счет 6 но еще раз еще раз 60 что там 10 часов 10 часов 14 минут что пьем кофе да надо выпить кофе для того чтобы ловить и быть бодрячком ну давай снаряжаем баллон кстати друзья полезное видео как снаряжается баллон опа так аккуратненько отлично еще типа ветер не задувает да ну лепестки регулируется под сковородку под все и защищает ответа релку до ответа ну и делают форму тема классная боже за нижнюю губу прям классика вот и стать его моим не проспал почти не можем это ваша вышел выше сказали еду рыбу ну раз это ваш тогда вы его его отпускать до маленький крючочек восьмой номер да кстати да нашу работу ему 100 грамм налили в клюв это шо волос 2 грошек это нет это просто на крючок профессионально за на крючок мы на волос сейчас и не ловим потому что ну как бы темно не видно волосы что вязать я волос обрезал и после крючок цеплял запишем плюс один стариком ну что сказать то что сказать красавцы красавцев всем надо кому жизнь 0 до нем хоть 9909090 надо отдавать и 9 сегодня девять но мне не нам тяжелее я держу алина 발... теннис маленький маленький амиром большой несколько до партии это несколько просто ничего страшного один и тот же корпус клюет уже четыре раз нет это караси нормально карасик что на червячка то что надо лечевка работает до на уху сойдет последние три поклевки были лечевка проявлена лечевка по совету юного до подписчика все для клёва работает красавчик молодец как он такого не приходит к вам сразу поклевка до 30 секунд это факт это умение это удача но это непрерывная поклёвка на загнул одувки просто дыли дыли профессионализм сказывается подтверждаю сокращение разрыва счета 82 до 9 ну вот такой такой вот утренний карасик смотрите всем доброго утра мы продолжаем находиться белогнестровский продолжаем ловить рыбу до караси конечно здатные я скажу карасюги хорош это все на наш горох до живописное место здесь конечно красиво супер вообще не очень нравится так рыбаки сидят хорошенький до карпик небольшой ну поймите правильно такие же надо пускать он еще маленький куда его брать когда он вырастет килограмма хотя бы на 2 хотя бы тогда можно и забирать его очень жаль что многим нашим людям не невдомек что так нужно и можно делать вот забирают мелочь сожалению и не думаю это будущем просто себе вот чтоб сейчас набить животным вот мне сейчас хорошо и и все а что будет завтра то похрен бы вот это плохо нет второй раз друзья утренний картик в очередной только что так хорошо повел будем сейчас его приближать к берегу и вытаскивать хотелось бы конечно чтобы большой размер но больших размеров что я смотрю что нет мы уже ловим 6 или 7 карпа и все такие до кило кило полтора то есть такого чтобы трешка такого еще не было и главное посадить борется 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 красава очередной карт две минуты назад один час второй а ты мелочь у тебя и за нижнюю губу фактически да наш маленький крючочек восьмого номера для клевом ну на это точно все выпускать то бросать подниму ташка горится чем больше ты отдаешь тем больше тебе возвращается это же законы природы от них против них не не попрешь зацепился на макушатник да но макушатник тоже работает так карпит опускайте это вчерашний до которой три раза клевал на вашу удочку друзья мои это все думаю что этот один тот же карп клюет тут днистре много рыбы молодец молодец красавец орел вот и рыба хорошая и кирилл хороший молодец до карпик 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 друзья очередной карпик хотел бы конечно чтобы это был какой-то хороший такой карпидон как говорят местные да как говорят нет но мы рады любому варианту что пришли не за рыбая за наслаждением от этого вида от этих ярких поклевок может поэтому у нас и чаще клюет потому что дедушка днестр это понимает это тот же самый и дядя саша тоже молодец как и я тоже отпускает вот такой у меня получается красивый бутерброд из двух горошин на крючке крючок 8 номера и попробуем ловить на кормушку паук посмотрим что получится у нас уже он ребята уху начинают готовить пошло все жизнь прекрасно и сейчас наполнится новыми красками яркими и новой рыбой до нынешняя молодежь она достаточно развинута ухо существенно этому но рыбу почистить не может а другая по принципу самого молодшего нанял и чтобы здесь 3 гривен приходится давать не теки мастер-класс при ловле рыбы надо работаю над ней зато кушать будут все с кормушкой паук с горохом связал такую оснастку смотрите очень надеюсь но не поймать большого карта но там как получится как связал такую оснастку может писать вот вам видео которое выплывает окно мы экспериментировали на там одну две три четыре пять горошин вот хочется попробовать здесь по экспериментировать и попробовать поймать какого-то мусора на такую оснастку опять тот же самый родной у тебя рот не болит метку поставить что-то он или не у нас когда один подсактов мы хвосты отрезали кто фокусом поймает но это уже не серьезно смотрите сколько раз он получал нисколько как бы то не за ней нормально все хорошо у него рот целый до рабочий можно отпускать на спасибо отпускать буду хорошим человеком думаю дедушка днепр зачтет днестр вырежете это лица что тут представляете если бы мы были такие несознательные всю рыбу вот эту мелкую брали бы чтобы было было на самом деле что было бы уже в 20 как минимум карпов подсаки но мы же так не делаем поэтому нам дедушка днестр ее не дает прошу мы выпускаем это же законы природы чем больше запустишь тем больше тебе дадут но ведь другим то так не дают смотри сидят же покажи он куча народа это наш сосед да очень сознательный человек так вот поэтому кто не отпускает тому и не дают так вот устроены все законы природы смотрите друзья это природа которая нам дала земля я думаю что все таки стоит ее беречь а не использовать по максимуму почему-то машины все берегут масло вовремя меняют следят за ней чтобы она не поломалась а с природой думать можно поступать как угодно и думаю так не стоит этот вариант который мы сами сделали четырьмя горошинами кормушкой под паук тут мелочь не должна была клюнуть по идее очень надеюсь что здесь карпик более-менее хороший по точке кстати в любом случае эксперимент это наше все как будто там катранс какой-то сидит не трогать не трогать руками не что рыба есть это уже хорошо рыба не может не а паучок то пустой ну а куда ему что поверьма не слышать не слышать не слышать не слышать не слышать не слышать а что я заразил а м моменты истины барабанная дробь красивый такой ой какой красивый ой какой красивый ой 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 как ощущение как ваше ощущение кучка людей посмотреть как льет карпик но этот уже хорошенький да если если моя жена увидит что мы такого карпа отпустили на ночь сколько ты-то двоечка до до два с половиной если он не уйдет но куда он подержи красавец да все для клёво это клёво я просто выше ребята сейчас не поймите меня от дуба отпустят за ним мы быстрее отпустим деть сашу чем такого карпа у меня рукав когда кажется надо принимать захотроп на дороге ну там что то есть я держу подводите так еще сколько надо понимать чтобы еще четыре четыре еще три еще три за килограмм куда хорошо распускает давайте на весы сколько давай допустим пусть всем вот у нас не закончится мы просто понимаем больше отпустите пожалуйста давай своими руками и что ну что очередной карп что что все прекрасно все шикарно просто психовать я боюсь сейчас я не знаю видно на камере это или нет но леска очень в натяг идет ну просто очень там что-то существенное должно быть то что вы отпустили этого карпа дедушка дедушка днестр все-таки слышит назад да это же так всегда закон космоса действует и так смотрите как она гнется смотрите не знаю камера передает это или нет а главное сейчас вас зацепит уже зацепит ничего страшного но главное не останавливайтесь потом разберемся мы поможем ух давай я подержу камеру ты поймаешь братан это очень сильный момент это мы рыбаки мы не ловим но мы за тут обе не спеши я его не вижу тихо 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 не спеши братан я снимаю все хорошо тихо 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 назад 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 еще чуть-чуть сюда не достану он не может подвести подождите далеко далеко цепляй уже не 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 вытащишь о тесто выскочил немытый тихо 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 есть 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 забирай есть красивый подожди подожди дай распутать стой 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 дед саш приложите руку возьмите в руки его чтоб люди поняли масштабы да сегодня у нас конечно мы это мы это запикаем сейчас сейчас я вылезу отсюда вот вот он красиво ради этого стоит ездить и на рыбалку даже повторю еще раз любить то что нам дала наша природа я понял одно что чем деликатнее снасть так тем она эффективнее правильно вот ну хотя попадаются и на грубые снасти но это случайные да случайные так вот чтоб именно целенаправленно ловить это нужно конечно иметь гармоничную тоненькую снасть абсолютно тогда она будет эффективно эффективно абсолютно правильно ну я рад что вы увидели да как ее вязать эту оснастку увидели крючок на волосы у меня еще не очень получается выпадает там насадка ну ничего это дело наживное научимся будем ловить по-современному мы привыкли по старинке ловить чем толще леска чем больше крючок тем надежнее ну я вас понял оказывается это не всегда да ну может вы посмотрели на наши снасти увидели ну как ловить быстро и эффективно карпа может что-то об этом скажете ну я для начала в шоке чего потому что у вас все получается а мы непрофессиональные рыбаки так я тоже непрофессиональный рыбак я тоже у вас лучше получается чем у нас просто я не ловлю вот на такие вот снасти вот вот такие грубые снасти ну понятно а то что продается то им покупаем то продается все эффективное тоже продается вот кормушка например потап и паук нормально продаются но они нормально работают тем более что вот через такие вот прорези не проходит горох поэтому абсолютно да ну так а чего на него ловите ловите на те которые проходят пока ничего как это не сейчас с собой нет я имею ввиду что мы купили то что еще но надо брать такие в которых как горох проходит если вы ловите вот на горох да правильно по нему да да конечно так если вы ловите на него значит он должен как-то выходить из кормушки он же не должен постоянно быть там он уже как-то создавать какой-то кормовое пятно естественно вот вот из этого у вас проблема да вот вот на вот этой кормушки нормально проходит горох ведь она может создать нормальный корма пятно именно горохом если вот вы ловите на горох вот тогда у вас все получится вот с такой кормушки но не стоит а нету понятная вижу я чья какая ну да сколько людей сейчас какие люди у нас тут слюните давайте покушаем не а реально мы натягали вот народ драки не было ни один рыбали нас тут еще чуть-чуть не позже половина да друзья скажу что классность не получилось у нас рыбалочка такие непередаваемые ощущения давайте попробуем что сухо ценим и классный подмогли артур скажи какой секрет был этой усы секрет это хорошая компания да и поддержка все переживали за уху что будет рыба на уху да за рыбу мы вообще больше всего переживали всем приятного аппетита друзья будем заканчивать нашу рыбалку надеюсь я показал вам эффективность работы кормушек потап паук нашего крючка все для клёва который нормально работает и хорошо отлично вместе с оснасткой in line с удилищами хамелеонами отлично вяжут рыбу и снасти очень эффективны практически ловили вот эти три удилища здесь больше сколько было людей практически никто ничего нормально не ловил но подбивая итог этого видео хочу вам сказать о том что вот здесь рыбацкий край это общественная организация которая отвечает за территорию причала номер один создали в принципе нормальные места для рыбалки здесь что вы понимали для пенсионеров рыбалка бесплатная для обычного рыбака вход 10 гривен с машины 20 гривен но это я считаю это нормально адекватной ценой для того чтобы платить зарплату охранникам до того чтобы убирать здесь мусор это адекватная нормальная цена но смотрите что же делают наши такие же скажем так общественные организации у которых есть во владении какие-то участки берегов на днестре тоже старый порт да тоже общественной организации которая берет деньги то есть выдает билеты которых написан добровольный внесок да ну там цена совсем другая там цена 200 гривен 300 гривен и какие услуги не предоставляют построили помост или вообще с берега за что деньги так вот друзья я говорю это к тому что если это добровольный внесок то не нужно его платить если он добровольный если вы считаете необходимо заплатить какую-то сумму от этого внеска заплатите но если не считаете можете вообще ничего не и никто не имеет права с вас взять ни копейки и не оскорблять и не уезжать вашей вашего достоинства тоже никто не может поэтому мы снимаем эти видео для того чтобы вы понимали ситуацию что одни например могут организовать вот здесь например да и брать за это 20 там 10 20 гривен и нормально существовать ну конечно тут можно было конечно построить нормально там перила не вот так вот сейчас да ну я так понимаю ребята амбициозные у них все получится потихонечку как говорится все сделают но при этом они видите цену ставят адекватно и всех устраивает и это практически в городе это же горднестровск это вот крепость рядышком вот тут как всегда друзья я вам дал информацию а вам решать как поступать надеюсь друзья видео было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайся наш канал себя клёво но я прощаюсь с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи все хорошо